Два месяца назад отгремели празднования 70-летнего юбилея Великой Победы. В этом году на торжества пришло гораздо меньше тех, кто когда-то воевал на фронтах. Ветераны уходят, ветераны уходят, но остаются их дети, те, кто когда-то ждал отцов и матерей с войны. Как сегодня государство заботится о тех, чье детство когда-то украла война. Зое Ивановне в 41-м году было всего три года. Из тех лет она помнит только самое важное. У нас папа и старший брат ушли на передовую. А еще война не закончилась, мама получила похоронку. Ну как было, тяжело нам было. Мы работали со взрослыми наравне. И в поле работали, везде приходилось работать. Как живут сегодня эти люди и чем компенсирует государство их трудное детство? Оказывается, определение «дети войны» не имеет никакого официального статуса. И на федеральном уровне нет никакого закона, прописывающего для них какие-либо социальные льготы. Однако региональные власти такой документ все-таки издали. В Новосибирской области принят и действует с 2010 года закон, посвященный мерам социальной поддержки граждан, родители которых погибли в годы Великой Отечественной войны. Для этого человек должен проживать на территории Новосибирской области. И на момент окончания Великой Отечественной войны ему не должно исполниться 18 лет. Зоя Федянина хорошо знает, как работает этот закон в нашей области. Нам сделали статус «дети войны» внутри нашей Новосибирской области. Назначили надбавку к пенсии 343 и 44 копейки. А это как бы за погибших родителей. Помимо ежемесячно-денежной выплаты определены такие гарантии, как внеочередной прием в медицинских учреждениях и преимущество при приеме в дома-интернаты для инвалидов и в комплексные центры социального обслуживания. Казалось бы, местные власти проявили инициативу и позаботились меру силы возможностей о тех, кто взрослел в страшные военные годы. Но общественная организация «Дети войны» обращает внимание на избирательность региональных властей. У нас считают только тех, у кого погибли родители во время войны. Кто воевал в японскую войну в сентябре, которая была война с японцами, про них вообще молчат. И про финскую войну. Они тоже не числятся детями войны. Я вот, например, считаю, что дети войны – те, у кого родители были на войне. Сама Мария Александровна тоже официально не подходит под действие закона номер 27. У меня отец прожил после войны еще 13 лет. Ну и что? Я единственная, что к Пополе не собирал траву больше. Действительно, стоит задуматься, а почему, например, не имеет права на социальную поддержку и Геннадий Михайлович, которому на момент начала войны было всего 7 лет. Его отца забрали на фронт 24 июня 41 года. Все хозяйство на мне надо было скопать землю летом, натаскать воды, сварить, накормить всех ребятишек. Значит, по утрам я вставал в 4 утра и шел на рыбалку. Куньки, чебачки, там пескарики – это была пища на день. На сегодняшний день проблема заключается в том, что масса разночтений по статусу детей войны. То есть нет единого понимания, кто же это. Значит, нужен федеральный закон, дающий какие-то основы для того, чтобы продолжать это законотворчество и в регионах. Права тех, кто был ребенком во время войны, пытаются отстоять и Совет ветеранов. Каждый год мы выходим с инициативами и предложениями на уровень президента, правительства, Государственной Думы о том, чтобы был принят правовой статус этой категории ветеранов на федеральном уровне. Включается вопрос в повестку Дня Думы. Как только дело доходит до ближайшего рассмотрения вопроса, вопрос исключается. Ветераны и дети войны борются за свои права. Борьба пока результатов не приносит. А время идет, и эти пожилые люди отнюдь не молодеют и здоровее не становятся. Услышат ли их хотя бы местные власти и законодатели? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова